Друзья мои, всем привет! С вами Стасия Сараева и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами нарисуем вот такую сочную черешню. Для этого нам с вами понадобится простой карандаш, пластик или клячка, тонкий лайнер, белая гелевая ручка, белый пастельный карандаш, ну и, конечно же, набор маркеров. Я использую маркеры фирмы Sketchmarker. Список оттенков вы можете видеть на экране. Компания Sketchmarker недавно обновила и расширила свою палитру и пересмотрела кодировку оттенков. Я дала название оттенка и его Новый год. Если у вас, как и у меня, маркеры из старой партии, в скобках вы найдете кодировку для своих маркеров. Ну что, приступим? Я люблю работать на небольших форматах. Так можно видеть картину целиком и расход маркеров гораздо меньше. Прежде всего возьмем простой карандаш и ограничим рамочку для нашего рисунка. Так, рамочку мы наметили. Теперь берем референс и смотрим, как у нас располагаются вишенки. Вся композиция у нас располагается приблизительно в нижней правой четверти. Ну, где-то вот так. Смотрим внимательно на референс и приблизительно намечаем, где у нас будет баночка располагаться. Так, и наметим вишенки. Здесь одна. Здесь у нас вторая. Можно сделать побольше. Чуть-чуть. Так, здесь третья. Вот у нас край-то все дело срежет. Далее у нас одна большая такая, четвертая. За ней выглядывает пятая вишенка. И вот здесь выглядывает еще одна. Так. Очень-очень легкий набросок мы сделали. Теперь нам нужно уточнить формы. Горлышко баночки представляет из себя эллипс. Давайте его нарисуем. Посмотрите, край эллипса у меня выходит за край рамочки. Там мы, в принципе, можем его не обозначать. Но эллипс мы с вами давайте нарисуем. Так. Клячка чуть-чуть подсотрем лишнее. И давайте наметим форму вот этих вот граней. Линию ведем параллельно верхнего края эллипса до нашего. Так. Дальше у нас здесь такой небольшой вогнутый переход. Тоже параллельно проведем. Здесь наоборот. Такое колечко идет. Опять же, ведем параллельно. А дальше можно баночку прямую нарисовать. И внизу тоже обозначить такой обруч колечко. Теперь давайте с вами уточним наши черешенки, которые я все время называю вишенками. Смотрим с вами внимательно. Вот эта черешенка, она находится перед остальными. И поэтому к ней мы уделим особое внимание и прорисуем ее более четко. И с нее мы начнем. Так. Я на карандаш сильно не давлю. Я люблю работать жесткими карандашами, чтобы не оставалось много графита. Значит, здесь у нас такой вот есть ямочка, откуда будет расти черенок. Черенок мы с вами тоже давайте нарисуем сразу. Здесь, на конце веточки, у нас такое утолщение. Так. И здесь. Значит, первый пошел. Следующая черешенка у нас за первый. И она вот так вот у нас располагается в баночке. Так. Чуть-чуть повыше. Вот здесь вот. Черенок у нее изогнут. Таким вот интересным образом. И тоже на конце у него есть утолщение. Далее. Далее давайте возьмем среднюю вишенку. Так. Она у нас выходит от угла между первой и второй вишенкой-черешенкой. Так. Что-то я очень много взяла. Она поменьше размером. Так. Здесь я пока не дорисовываю, потому что здесь черешня лежит перед верхней вишней. А черешней здесь у нас сюда выходит черенок. Он проходит за черенком от вот этой вишенки. И уходит аж вот туда. В край. Нужно не таким длинным его нарисовать. А чуть-чуть покороче. Долстовато. Нужно похоже. Дальше. Далее. Давайте вот с этой вишенкой-черешенкой разберемся. Она у нас приблизительно проходит вот таким вот образом. И из нее тоже выходит черенок. Но мы не видим, откуда она там боком лежит. Так. Далее у нас нижняя правая черешенка. Здесь особо ничего придумывать не надо. Мы видим только ее краешек. И сзади тоже у нас есть небольшая черешенка. Но из нее выходит веточка. И вот веточку мы с вами прорисовываем. Немножко я уточню вот здесь вот грань баночки. Вот, посмотрите, я даю толщину этой грани, чтобы рисунок у нас с вами выглядит объемным. Всего есть какой-то объем, какая-то толщина, даже в листах бумаги. И когда мы обозначаем это в рисунке, рисунок сразу начинает казаться более объемным. Ну, вот так вот. Достаточно. И я думаю, что я нижнее кольцо, вот этот вот ободочек, я чуть-чуть приподниму, чтобы он не уходил сильно за рамку мою. Я немножко поправлю овалы. Раскрытие книзу должно быть побольше, поэтому здесь мы делаем небольшое исправление такое. Так. 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 ну вот наш набросок готов теперь мы берем тонкий линер у меня пигма микрон 005 можно взять потолще в зависимости от формата на котором вы рисуете и начинаем обводить наш рисунок я начинаю обводить объектов которые находятся на переднем плане чтобы потом при них не запутаться стараемся вести линии непрерывно если неудобно привести линию просто возьмите и поверните ваш лист либо ваш скетчбук таким образом чтобы вам было удобно и и проводить и Ну вот так линейный рисунок мы сделали. Сейчас нам нужно убрать весь графит, чтобы потом он не остался у нас под маркерами. Берем кляшку и стираем. Тогда, когда у нас линейный рисунок готов и графит стерт, приступаем к самому интересному, к покраске. Начнем с простого. Мы с вами проработаем черешки. Возьмем для этого три оттенка зеленого света. Хром грин, найл грин и олив грин. С самым светлым оттенком мы наметим светлые части наших черешков. Сверяемся с референсом и пятнами. Прокрашиваем наши черешки. Обязательно, если вы работаете на бумаге, которая пропускает на следующий лист маркера, не забудьте подложить бумажку. Далее, следующим оттенком найл грин прорабатываем средние тона. Не беспокойтесь, что оттенки немного из разных серий. Желтый, зеленый, зеленый, зеленый. Это все дело смешается у нас впоследствии и будет выглядеть очень-очень прилично. Так. Здесь у нас тоже выходит. Вот так. немножко подсмешаем переходы первым оттенком хром-грин. Добавим темный оттенок оливгрин в тени. Источник света у нас слева, сверху, спереди. Соответственно, теневая часть у нас будет напротив источника света. Добавим темный оттенок оливгрин в тени. Чуть-чуть подразмываем все это дело светлым оттенком. Не бойтесь, если вы где-то вышли за линию, все равно, так как у нас будет фон темный, мы это можем с вами еще исправить. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Так, почти готово. Вот здесь вот нужно будет немножко подчеркнуть объемчик, чтобы на этом этапе нам все равно было видно. Я это делаю средним тоном. Так. Сидим чуть-чуть здесь. Ну вот. С черешками готово. Теперь перейдем непосредственно к нашим черешинкам. Для этого нам понадобятся следующие маркеры. Липстик Ред, Гераниум Ред, Марун, Сед Вайлет и Блю Грей. Начнем, пожалуй, с маркера оттенка Блю Грей. Этим маркером я обозначу сразу рефлексы от соседних вишенок и от фона, потому что фон у нас тоже будет содержать этот оттенок. Значит, чтобы вишенки друг от друга отделить, я начинаю, не особо сильно нажимая на маркер, обозначать, где у меня будет между ними такая граница. Здесь. Немножко. Здесь. Так. Ну и пока мы вот эти вот три вишенки проработаем, а еще вот сверху здесь вот может быть. Так. Теперь возьмем самый светлый красный оттенок. Это у нас Липстик Ред. И вот такими движениями, точечками, мы обозначим, где у нас будет блик. Блик. Так как черешни у нас все покрыты такими капельками, мы можем делать как раз блик вот такими точечками. Да, он будет неровный, благодаря тому, что здесь капельки на нем лежат. И еще можно сделать несколько вот таких вот кружочков, точечек внутри блика. Я расскажу, зачем это будет, чуть позже. Немножко вокруг блика мы прокрасим пространство светлым самым тоном нашим. Так. Здесь прокрасим немножечко внизу. И берем следующий цвет гералью Ред. И тоже точечками вот здесь вот начинаем наносить, заходя на первый слой. Второй тон. Теперь можно взять перо пошире и прокрасить уже теневую часть вишенки. То есть это у нас блик, свет. Это у нас получается полутень. Вот здесь вот до края, в принципе, можно не докрашивать, а можно докрасить, а потом мы доделаем капельки белой ручкой и карандашом белым. Так, здесь тоже прокрашиваем. Можно зайти немножко на рефлекс. Хуже от этого не будет. Нам его все равно нужно будет потом приглушить чуть-чуть. Возвращаемся к первому маркеру и немножко подразмываем границы. Берем третий цвет. Это у нас марун. И начинаем прорабатывать теневую часть. Я кладу мазки немножко рандомно. Это нам впоследствии поможет показать капельки. То есть я знаю, что вот здесь, вот у меня, в этой части проходит тень. Вот я ее обозначаю. Несколько таких темных точек я положу поверх второго тона. Обозначу ямочку, откуда у меня растет черешок. Вот этот вот. Отделю. Тим тоном. Одну черешню, а другой. Так. Можно немножко тоже зайти сюда. И вот здесь вот прокрашу черешенку. Так же на блики, да, можем поставить тоненькие такие точечки. Вот здесь вот уже можно даже нарисовать капельку. Здесь. Таким вот образом. Можно нарисовать вот такие как бы скобочки. В них впоследствии мы поставим блики. У нас получится капельки. Так. И возьмем немножко оттенка Set Violet и разнообразим наш блик чуть-чуть. В смысле не блик, а рефлекс. Таким же образом маркерами мы прорабатываем все остальные вишенки. Как вы видите, уже мне несколько вишенок проработано. Возвращаемся к вот этой вишенке. Первым оттенком Lipstick Red я нанесла область блика и область света. Сделала несколько штрихов по форме. И теперь я прорабатываю вторым оттенком Geranium Red такие же рандомные штрихи кладу, чтобы обозначить неровность и впоследствии показать капельки на форме. Так. Здесь можно попестрее чуть-чуть сделать. Вот, прокрашиваем. не забываем про небольшие рефлексы. Вот здесь вот оттенком Blue Gray я смело вдоль линии прокладываю тон. тон чтобы показать объем нашей вишенки. Так. оттенком Maroon мы, как обычно, прорабатываем теневую часть. Точно так же прокладываем штришки. Здесь вот. Там потемнее будет. поставим скобочки здесь, может быть здесь. Далее у нас вот здесь вот будут какие-нибудь капельки. смотрите, в районе, где соприкасаются вишенки, да, там будет очень-очень темно. Мы потом затемним этот район, эту область с помощью оттенка Blue Gray. чуть-чуть. Добавлю немножко тона и приглушу. Сет Вайлот. Чуть-чуть приглушаю блик. рефлекс наш вот будущего фона. Так. Чуть-чуть им же можно наработать кое-де места, которые будут у нас под капельками. Ну и последняя наша вишенка. Нам первый оттенок вообще даже не понадобится, а понадобится нам сразу второй. Здесь такой небольшой есть блик. Мы его сразу вытянем. И в принципе можно вот так вот аккуратненько прокрасить вторым оттенком немножко подложку сделать. Дальше. Самым темным мы начинаем затемнять. Здесь у нас самая дальняя вишенка. Она находится в тени ото всех вишенок. так. Начинаем ее затем менять. А теперь возьмем свет вайлет и делаем подложку для блю грей. Чтобы он был поинтереснее оттенок у нас. И вот теперь этим блю грей мы поверх проходим этой вишенки. Посмотрите, какая красота у нас получается. Вишенка прям светится. чуть-чуть я так хорошо. Сейчас я дам вот этой части подсохнуть и оттенком блю грей я усилю тени на вишнях, чтобы друг от друга их отделить. То есть вот здесь у нас вишенки слиплись. Отделяем. Вот здесь у нас вишенки слиплись. так тоже отделяем. Здесь у нас совсем должно быть темно. То же самое. Смело берем оттенок кладем поверх. Они у нас должны получиться очень контрастные. Потом когда мы будем добавлять белую гелевую ручку вы увидите что наши черешни которые я постоянно называю вишнями они у нас прям заиграют. здесь у нас совсем темно. Добавляем сюда можно немножко тоже для разнообразия тона дать этот оттенок сюда можно чуть-чуть положить так еще здесь так как это вишенка тоже у нас находится в тени можно ее пройти да и вот этим оттенком уже blue grey тоже порисовать несколько скобочек здесь скобочки здесь скобочки так здесь немножко так ну вот уже у нас такие объемные черешенки получились этот же оттенок можно чуть-чуть добавить черенки чуть-чуть затемнем в теневые части соответственно так здесь здесь так пока так дальше мы с вами перейдем к фону а потом будем заниматься каплями на вишнях и нашим с вами стаканчиком баночкой для фона нам потребуются следующие оттенки set violet blue grey и cool grey начнем с оттенка set violet как вы можете видеть он у нас располагается приблизительно в этой части желательно желательно аккуратно этот оттенок проложить таким образом чтобы не было пестроты которой мы пытались добиться на вишнях и здесь вот аккуратненько мы обходим череночки будьте готовы к тому что у нас будет много слоев здесь и мы практически этот сэдвайлет закрасим покрасим хеврит певFC желательно по возможности накладывать вертикальные штрихи чтобы создать такое ощущение стены и сзади на вишенками стеклами на снова немножко по черенку ничего страшного все равно мы это потом будем выправлять белый ручки теперь берем оттенок blue grey начинаем прорабатывать давайте снизу а потом мы сюда вернемся ничего страшного не будет потом под размажем просто аккуратненько обходим баночку начинаем снизу вверх работать нам на самом деле нужно добиться всего лишь на фоне разнообразия зетона а 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 и и давайте проработаем до конца вишенки для того чтобы проработать вишенки дальше нам понадобится белая гелевая ручка что мы делаем по краю давайте начнем с левой вишенки по краю мы просто ставим вот такие вот точки где-то побольше . где-то поменьше которые у нас впоследствии сольются в капельки что делать с теми скобочками которые мы с вами оставляли смотрите так как источник света у нас с вами слева соответственно на левой скобочке будет побольше блик на правой чуть поменьше и вот таким образом ставим с вами точки найти скобках до чтобы в 10 у нас выделить грань тоже поставим опять же блик можно его немножко расширить тоже вот этими точками это здесь рандомно поставить это точки побольше где-то поменьше мы с вами потом возьмем более темный маркер и немножко еще уточним эти наши с вами капельки избегайте чего избегайте паттернов то есть не нужно ставить раз два три 4 5 6 7 8 вот так по точки ставить не надо то есть чем более рандомно они стоят тем лучше так отделяем эту грань есть побольше точек поставим сверху на вишенках тоже лежат капельки можно провести прям так линия отделить 1 вишенку от другой теперь возьмем оттенок углы и немножко еще под вот этими бликами поставим таких вот точечек чтобы плите усилить на добавим чуть-чуть контраста сюда 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 немножко вторым цветом гераниум red делать чуть-чуть вот такие сочные вишенки у нас с вами получились приступим к баночке возьмем neutral gray и начнем обозначать нашу баночку смотрите свет у нас падает вот отсюда грубо говоря да вот здесь вот нам нужно оставить более светлое пятно и посмотрите верхней на и толщинку я тоже оставляю светлый или мы в принципе можем вот здесь вот под бортиком заливаем плотненько потому что лично быть теневая часть вот эти ободочки мы на верхней их части оставляем блик если не удается до его оставить ничего страшного возьмем потом ручку и обозначим немножко здесь вот вот толщинкой здесь вот опять на оборчи оставляем блик здесь сольем у нас был светлый самый оттенок серого чуть-чуть пройдемся еще баночка представляет у нас из себя цилиндр да у него есть блик будет свет и нам нужна теневая часть для теневой части мы используем оттенок green gray смело начнем с среднего сектора и теперь бьют рамгрей немножко подразумом эту страницу так вот ободочком мы тоже проведем здесь вот оттенком грин грей можно полностью это делать украсить здесь под ободком и смотрите что мы сейчас делаем так как на баночке тоже у нас есть такой своеобразный конденсат первым тоном мы положим тоже вот такие вот какие-то неровности здесь вот у нас обозначим толщинку есть вот ней тоже будут неровности которые в итоге будет казаться как капельки когда мы еще их обработаем белой гелевой ручкой так в теневой части да мы здесь вот еще положим немножко оттенка потемнеть и тоже делаем такие неровности давай это точки где-то прям линии щербинки возможно в эту часть нам тоже необходимо затемнить добавим щербина к неровности возьмем потемнее колгрей добавим в тень его посмотрите сразу у нас когда добавляется колгрей в тень у нас сразу рисунок уже объединяется потому что он есть везде во всех объектах у нас тоже в тень и добавлять игре возьмем блюгрей и тоже добавим на баночку тоже в теневые части немножко и можно вот сюда поставить точек и закорючек берем белую гелевую ручку и ставим точки здесь можно выправить немножко блик поставить по нижней кромке рисовать блик здесь вот по ободочку смотрите на самой баночке тоже могут быть капельки и не буду перекрывать наши лишние что можно по верхней кромки тоже порисовать белой ручкой смотрите точки ставьте там где мы ставили мило ручкой там где ставили темные наши такие пометочки ну вот как то так можно немножко попробовать доработать фон марки вроде очухался продолжаем возиться с тоном по звуке жалобно подскрипывающего маркера видимо больше он не выдержит возьмем с вами линер можно потолще чем 1 и немножко доработаем детальки вот этот вот например черенок мы отделим от фугона заднего проведя линию чуть-чуть и утолщив мы добавим даже смотрите я беру коричневый линер я больше не нравится ими работать потому что как-то натуральные что-то выглядит все сюда добавляем здесь и 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 приглушить вот здесь вот у нас яркость рядом с бликами хотя это не особо обязательно вот здесь вот тоже можно в рефлексах мы можем добавить чуть-чуть карандаша подстереть чуть-чуть пальцем подразмыть ну вот собственно и все делитесь тем что за вас получилось отмечать меня в своих постах я буду очень рада успехов